В Каире возобновились переговоры о прекращении огня в секторе газа. Участвуют в них представители Египта, Катара, США и группировки Хамас. Израиль накануне отказался отправлять свою делегацию. Решение приняло военное правительство. Израильские СМИ сообщают, что причина отказа в том, что Тель-Авив так и не получил от Хамас список заложников, которых готовы освободить и палестинских заключенных, которых взамен должны выпустить из израильских тюрем. Между тем, британские СМИ сообщают, что США оказывают давление на Хамас, чтобы добиться перемирия до начала священного для мусульман месяца Рамадан, то есть до 10 марта. В конце прошлой недели президент США Джо Байден выражал надежду, что перемирие начнется уже сегодня. Ситуацию на Ближнем Востоке обсудим с востоковедом Русланом Сулеймановым. Здравствуйте, Руслан. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Итак, перемирия в секторе газа пока не случилось. Участники нового раунда переговоров, которые проходят в Каире, как сообщили западные информагентства, отказались оценивать шансы на прекращение огня до Рамадана. Как считаете вы? Я полагаю, что шансы все-таки остаются. И как это часто бывало в конфликтах между Израилем и Хамасом, перемирие достигалось в самый последний момент. То есть до самого последнего момента до наступления Рамадана в разных странах, 10 марта, в каких-то странах 11 марта он наступает в этом году. Все-таки надежда сохраняется, потому что есть огромная усталость от войны, есть необходимость, что называется, залечить раны с той и с другой стороны. И так или иначе всевозможные варианты потенциальной сделки, они находятся на столе переговоров уже несколько месяцев, примерно с начала декабря, когда перестало действовать предыдущее перемирие. Так что и та, и другая сторона, несмотря на непримиримую позицию, несмотря на такие жесткие условия, и та, и другая сторона заинтересованы в новой сделке. И повторюсь, на мой взгляд, до самого последнего момента надежда на новое соглашение остается. А вот египетские посредники предполагают, что некоторые вопросы могут на данный момент быть отложены, с гарантиями их решения на более поздних этапах. Что там могут быть за вопросы? Да, один из наиболее перспективных вариантов связан с тем, что это будет не прекращение войны, это будет временное прекращение огня на 6 недель, то есть на время, собственно, священного для мусульман месяца Рамадан. И предполагается, что вот потом, в течение действия этого потенциального перемирия удастся договориться и о списке освобожденных заложников, и о списке освобожденных палестинских заключенных, с другой стороны, и об отводе израильских войск из сектора газа, и о послевоенном уже урегулировании. То есть там очень большой список вопросов, которые нельзя просто взять и уместить в один документ. Поэтому сейчас, в данный момент, на столе переговоров именно вот такое поэтапное перемирие. Руслан, в Израиле продолжаются протесты с требованием освободить заложника. Люди считают, что Нитаньяху делают для этого недостаточно. Между тем появляются сообщения, что и США предпочли бы видеть в кресле премьера Бенни Ганса. Как считаете, останется ли израильский премьер на посту до конца этой войны? Я полагаю, что, да, действительно, политическое будущее, политическое выживание Нитаньяху сейчас зависит от этой войны. И именно поэтому он так непримирим, именно поэтому он желает продолжать эту войну до полного уничтожения Хамаса. Не желает идти ни на какие уступки в том, что касается, например, вопроса создания палестинского государства. В каком-то смысле он очень зависит от своей крайне правой, крайне националистически настроенной коалиции, куда входят такие откровенные радикалы, которые считают, что у палестинцев нет права на собственное государство, и Нитаньяху как бы вынужден им подыгрывать. И в том числе поэтому, да, он желает вести эту войну до победного конца, сколько бы она ни продолжалась, сколько бы людей не погибло в секторе газа, в том числе, кстати, израильских заложников. Но вот такая у Нитаньяху ситуация крайне непростая, поскольку продолжается война, вот поскольку он остается и премьер-министром. После этой войны, очевидно, его политическая карьера закончится. Руслан, мы видим, как сильно предвыборная кампания в США влияет на ситуацию в мире. Конгресс так и не одобрил предоставление помощи Украине и Израилю. Израильские политики, они насколько сильно опираются в своих решениях на мнение штатов? Мы увидели в последнее время, что, в общем, не особо опираются, потому что Вашингтон меняет свою риторику. Понятно, что в самом начале этой войны Белый дом полностью солидаризировался с Израилем, во всем его поддерживал, да и сейчас поддерживает. Но мы видим, как меняются высказывания высокопоставленных чиновников в Вашингтоне. Мы видим уже откровенную критику Нетаньяху за то, что он продолжает боевые действия, не считаясь числом погибших и не желая остановить эту войну, не желая признать право палестинцев на собственное государство. То есть, если брать конкретно Нетаньяху и его ближайшее окружение, то мы видим, что, в общем-то, у американцев нет какого-то серьезного влияния на Кабмин еврейского государства. Руслан, Вы уже сказали, что пока непонятно, как закончится война. Скажите, сохраняется ли риск распространения конфликта на весь Ближний Восток? Об этом говорят с первого дня войны. Говорят о том, что ливанская Хизбалла может вмешаться, что Иран может вмешаться. Но я думаю, что у нас было достаточно времени убедиться в том, что никто не желает втягиваться в эту войну по-настоящему, потрепать нервы Израилю и его союзникам, да. Осуществить обстрелы на Ливано-Израильской границе, я имею в виду сейчас Хизбаллу, это возможно. Осуществить какие-то диверсии в отношении американских военнослужащих, в Сирии, в Ираке, это возможно. Хуситы, которые портят всем жизнь в Красном море, это тоже мы наблюдаем. Но это не полномасштабный конфликт, да. Это вот проявление какой-то солидарности с Хамас, с палестинцами в широком смысле. Но даже тот же Иран, он многократно дал понять, что он не желает вмешиваться в эту войну. Так что я лично не вижу предпосылок для разрастания этого конфликта. Руслан, а вот этот принцип «два народа, два государства», вы его тоже упоминали, он сохранит еще актуальность? Я думаю, что на сегодняшний день нет вообще никакой альтернативы этому принципу. Несмотря на заявление Нетаньяху и его Кабмина, повторюсь, крайне жестко настроенного к самому проекту палестинского государства, в Вашингтоне уже в кулуарах всерьез обсуждают переговоры с новым правительством Израиля, более сговорчивым тем правительством, которое согласится на признание за палестинцами право собственного государства. В любом случае, повторюсь, нет какой-то альтернативы решениям Совета безопасности ВОН, в частности, резолюции 242, которая черным по белому призывает к решению вот этого тяжелейшего конфликта именно на основе двух государств. Руслан, огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню, Руслан Сулейман и востоковед, с ним мы обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. До встречи.